Всем привет! Вы находитесь на канале Магомая Влайф и сегодня я иду в DMV сдавать тест на права, на Darwin License. Я живу в районе Даунтаун и в моей круге, наверное, 3 или 4 отделения DMV, но я решил приехать в Санта-Монику, это далеко, но почему я так сделал? Потому что во всех отделениях, которые возле меня, там бешеные очереди. По 2,5 часа, по 5 часов иногда люди ждут, прям спят там. А в Санта-Монике всего от 45 минут до полутора часа вы можете ожидать, то есть намного быстрее. И тут открывается отделение в 9 утра, сейчас в полдевятого как раз, уже где-то недалеко от него. Как я готовился к этому тесту? Практически никак, я даже не досчитал книжку до конца с правилами и единственное, что я порешал онлайн-тесты, 3 билета на русском языке, и я понял, что этого должно хватить. Ну, сегодня посмотрим. Добрался я до DMV, но тут все так выглядит, как будто мой трюк с очередью не удался. Не знаю, видно, не видно, там вход, и очередь идет аж... А, сейчас подойду поближе, и будет видно, куда идет очередь. Вот эта очередь идет до самого края, и я иду в самый конец этой очереди. И теперь я точно уверен, что у меня есть время дочитать эту книжку до конца с правилами, и я точно их выучу. В этой очереди делать больше нечего. Вышел я уже с DMV, вот так оно выглядит, главный вход. И сейчас, как видите, нет очереди, хотя сейчас всего без 10-11 дня, то есть нет смысла приходить, как я, с самого утра до открытия. Я был тут уже за полчаса до открытия, была огромная очередь, но на самом деле она быстро очень продвигалась. В 10-20 я уже стоял, сдавал экзамен на компьютере на русском языке. И когда выбираете на другом, если вы сдаете экзамен на другом языке, то там всегда два теста. Один на знаке, 12 вопросов, и один на знание, второй правил на 36 вопросов. Если выбираете тест на английском, то там только один тест на 36 вопросов. Тест на самом деле очень легкий, то есть я практически не готовился, и в теории я сделал одну ошибку, и тут только потому, что неправильно прочитал вопрос, я выбрал как раз противоположный ответ, там надо было выбрать правильный, я выбрал самый неправильный. В общем, протупил. И в знаках я сделал две ошибки, потому что я их вообще не видел, если честно, до этого. В книжке то я знаков там практически не видел, там пару знаков было, а в тестах я тоже знаки не решал. Поэтому знаки видел первый раз в своей жизни, грубо говоря, и сделал только две ошибки, потому что, блин, я не знал, действительно, не могу даже перевести, что написано на этих знаках. То есть вопросы легкие, просто я не знал перевода этих слов, грубо говоря. В общем, сейчас уже без 10-11 я вышел оттуда, да, то есть это заняло 2 часа 50 минут в сумме. А, нет, даже какие там часа? 1 час 50. Заняло все от начала до конца у меня, с ожиданием очереди и прочего. То есть, если вы хотите сдать еще как можно быстрее, то просто приходите уже не с самого утра, как я, а после 12-ти. Там не будет очереди, и все будет нормально. А еще единственная проблема, там, когда вы заполняете анкету и отдаете свой паспорт, его сканируют, и сканер должен сказать, он принимает этот паспорт или отклоняет по какой-либо причине. Если у вас паспорт просроченный, либо какой-то ненастоящий, либо еще что-то. И мой паспорт отклонило. Он попытался на всех сканерах, все сканеры его отклонили. Я не понял почему, и он сказал, что если, ну, если, в общем, мне надо будет ждать 60 дней, мне там будут звонить чего-то, потом проверять мой паспорт, что с ним не так. Я тут вспомнил, что у меня есть новый паспорт, он был со мной, я ему дал второй паспорт, и он проканал. И он сказал, что всегда, когда есть два паспорта, то обычно второй новый не работает, а работает только первый. Поэтому я дал свой первый старый, и он прошел, все нормально. То есть меня спасло то, что я взял с собой еще один паспорт. Все, я сдал, в общем, тест, все это было очень легко и быстро, а завтра я могу уже звонить в DMV и назначать тест на вождение в любом DMV, которым я хочу, и на любое свободное время, которое будет. Ну, можно арендовать машину, а можно и купить, поэтому я буду сейчас искать себе машину и хочу уже на своей машине приехать на сдачу тестов. В общем, так все очень просто, легко и быстро относительно. А, и стоило это всего 35 долларов. Да. Если что еще вспомнить, то расскажу дальше. Да, вспомнил, дали мне вот это, бумажки. Вот эта бумажка, это, типа, временный пермит, с которым, как бы, я могу ездить. Если у меня вообще нет прав, то с этим пермитом я могу ездить с кем-либо, у кого есть права, по-моему, или там какой-то стаж, 1 или 3 года, не помню. В общем, если у вас нет прав, и это первые права в житии, то вы можете с этой бумажкой уже начинать ездить, практиковаться. Ну, так как у меня есть мои права, поэтому я просто могу ездить по своим правам. И вообще, я получаю эти права местные только для того, чтобы работать официально. Uber, Lyft и всяких доставках. Вот так. Еще вспомнил, какие документы нужны были для того, чтобы сдать на права. Это я принес свой паспорт с визой, но я принес два, в моем случае, паспорта. И у меня был social security, я указал об этом. И надо было принести письмо, неважно откуда, любое письмо на ваш адрес. С этим визиком вы можете, ну, подтвердить свой адрес, куда вам придет потом уже ваш driving license. И я взял просто письмо с банка, то есть я пришел в банк, и они мне на месте же распечатали выписку с номером моего счета, именем и моим адресом. То есть на сайте наказано, что там было, по-моему, нужно несколько писем, достаточно одного. И я принес форму Ай-94, ее можно легко скачать на сайте специальном. Там просто вводите номер своего паспорта, имя, фамилию, и вам выбивают ваша история Ай-94 о легальном при этом нахождении в США. Так, и все. Этих документов было достаточно для того, чтобы сдать на права. А еще прикольно то, что перед входом в DMV вам там подходит сотрудник и спрашивает, зачем вы сегодня сюда пришли. И если вы пришли звать на права, то он вам бесплатно выдает книжку с правилами Калифорнии на том языке, на котором вам нужно. То есть если у вас нет книжки, вы можете получить ее перед входом. И самое смешное то, что прочитав ее перед входом, вам будет абсолютно достаточно того, чтобы сдать на права. То есть не надо сидеть дома там готовиться. Все очень просто, легко и быстро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!